Я просто поговорю несколько минут, ну, для того, чтобы, ну, как-то ввести, что ли, войти всем нам в тему, войти. Причём тема-то такая, которая странная, кому она в голову могла прийти, я даже не знаю, одиссей и волшебница. Что такое? Причём тут одиссей? Причём тут волшебница? Висит, с какой стати? Там свобода и ответственность? А здесь вдруг одиссей? Ну, вы, наверное, это, конечно, все слышали, что был такой некий писатель по имени Гомер, который написал очень две интересные книги. Книги, я бы сказал, вошедшие в историю человеческой мысли. Они интересны и с филологической стороны, они очень интересны с исторической стороны. Да-да, даже исторической стороны. Хотя в то же время, как кажется, она вся испещрена различными мифологическими сюжетами. А ведь вы знаете, наверное, вы слышали, что один предприимчивый наш купец первой гильдии решил всерьёз принять очень многие вещи, которые написаны, и сделал ни больше, ни меньше, как начал раскопки там, где, как кажется, должна быть Троя. А, собственно, все основные события, которые связаны с именем Одиссея, они связаны именно с Троей, с Троянской войной, когда греки или ахейцы напали и решили захватить этот город. Ну, там много было причин разных, в частности, меркантильные, конечно, причины, как всегда. Да, да. Так вот, он решил, что это исторический факт. И что вы думаете? Начал копать. Один слой прошли. Нашли, кажется, похоже на Трою. Но что-то не то. Начали копать дальше. Вы знаете, что? Нашёл Трою. Нашёл драгоценности. Он подарил своей жене такие ценности. Представьте себе, какого времени! Это же... Гомер жил какой там век-то? Пятый или шестой до нашей эры? Я точно вот это не помню. Вы, наверное, может быть, помните. Так нашёл. Нашёл остатки этого города. Нашёл золотые, серебряные вещи, изделия различные. Вообще, я вам скажу так. Археологический мир просто ахнул. Вот это да! Поверил. А до этого считали, ну, что там сказки какие-то? Боги, богини там помогают Одиссею или мешают ему. Ну, какая-то чепуха, кажется. Забыли одну простую вещь. Что древние народы имели совсем другой принцип языка. Вы слышите, я говорю не о языке, а говорю о принципе языка. В чём дело? Вот современный наш язык, он весь понятийный. Мы используем понятия. Конкретные и общие или абстрактные понятия. Да, к этому пришла человеческая мысль, человеческая культура. Древний язык отличался как раз совершенно другой спецификой. Идеи они предлагали не в понятиях, а в образах. Причём эти образы, которые они предлагали, они были глубоко жизненными. Они брали прямо отсюда примеры. Вот если кто-либо, когда читал Евангелие, может быть, знаете, есть такая книга, написанная 2000 лет тому назад, кстати, в которой очень много интересного. Такие мысли, над которыми многие мыслители провели, о, Боже мой, дни и годы и всю жизнь. Так вот, если вы читали, то, наверное, обратили внимание, весь язык Иисуса Христа, это главный персонаж Евангелии, весь в притчах. Ну, нет бы, прям бы сказать что-нибудь. Нет, вышел сеятель сеять. И одно семя упало на дорогу, и птицы поклевали. Другое в тернии. Выросли тернии, заглушили это доброе зерно. Третье на каменис, на камне, где немножко земли было, и, кажется, вышли, но солнца, а земли дальше нет. И всё угасло. А некие упали на добрую землю. Семя взошло и дало плод, и опять плод дало. Кажется, хватит. Нет. Одно в тридцать крат, другое в шестьдесят, третье в сто крат. Вы слышите? Ну, почему бы не сказать, что мы просто и всё, что каждое наше слово, вот мы обращаемся, кто-то и принимает, кто-то не принимает, кто-то просто так относится. Вы смотрите, в каком красивом образе! И это непрерывно! Всё Евангелие построено на притчах. Так что ученики даже спрашивают, ну, Господи, ну, что ты в притчах говоришь-то? Да? И он, кстати, ответил, почему в притчах. Есть люди, ищущие. Есть люди, которым абсолютно наплевать на всё. Есть люди, у которых мышление имеет, если хотите, вертикальный вектор. Есть, которые только одна горизонталь. Есть у человека ум вертикальный, который ищет суть вещей. Суть! А почему? А что? А зачем? А есть ум животный, который ищет, как устроится здесь. Всё! Тут же! Пустите вы кошку в незнакомое место! Тут же всё начинает исследовать! Или там собака, или прочее! Великолепно всё осваивает! Всё узнаёт! Тут же! Но не мыслишки даже нет! Зачем собаке думать о смысле жизни? И вот, знаете, самое интересное, что и люди встречаются тоже разные. Одни не находят в себе покоя до тех пор, пока не решат для себя вопроса, какой смысл человеческой жизни. Личность смертна или бессмертна? Есть Бог, о Котором говорили все народы. Кстати, хочу вам сказать, что историческая наука, для историков, может быть, это будет небесполезно знать, что все исторические исследования, какие проводились по настоящий момент, не нашли в древности ни одного атеистического народа. Все поголовно, всё человечество было верующим. Все по разному, правда, верили, по разному представляли себе Бога или богов, но все, никто не сомневался в этом. Надо же, кто-то подкинул идею такую, заразил всех людей. Но вопрос другого порядка. Каким образом? Скажу вам только, что все теории или попытки объяснить происхождение религии или с точки зрения страхов перед явлениями природы оказались беспочвенными по той простой причине, что до сих пор величайшие учёные, стоящие на передовых позициях науки, которые вовсе происходили часто совсем не из религиозных семей, и никакой инерции религиозной их не было, вдруг начинают утверждать, что они верующие люди. Он наш, Бехтерева, знаете, директор Института мозга, она выступала очень интересно однажды и говорила, невозможно представить себе возникновение такого органа, как человеческий мозг, без признания высшего разума. Потрясающее устройство! Потрясающее! Потрясающая сложность, закономерность и красота устройства всего. Так вот, есть люди с разными, с разными, так сказать, ну, я бы сказал, особенностями, что ли, но мне кажется, что всё-таки у каждого человека хоть немножко, но этот вектор существует. Ну, нельзя же совсем быть животным! Хотя, скажу вам, вот вы-то не знаете, молодые, не знаете, что когда я учился, вот так, точно, вбивали непрерывно, человек произошёл от... 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 ну, от обезьян, ладно! И человек – это только обезьяна! Ну, компьютер в голове, правда, когда уже ещё придумали компьютер, вот и всё – обезьяна, обезьяна, обезьяна! Это животные, ты и больше ничего! Я помню, что многие даже удивлялись, а почему с такой настойчивостью убеждают нас? Нас хотят оскотинивать-то для чего? С какой стати? А вы знаете, что где-то в четвёртом столетии до нашей эры, до нашей эры, был такой великий древнегреческий философ, как Платон, который тоже думал об этом и тоже решил эту задачу, но решил, вы знаете, как будто впечатление такое, что он уже предвидел Дарвина и весь дарвинизм, который утверждает, что человек – это продукт эволюционного развития, и сказал следующее, сказал просто, вы знаете, поразительное, когда я впервые прочитал, просто был поражён. обезьяны – это выродившиеся люди. Я помню, так ахнул. Вот это да! Он видел этих выродившихся людей, людей, да, это ещё не обезьяны, люди, но их ничего не интересует, кроме только, что есть, пить, размножаться и ничего больше. Платон был поражён. Он был поражён. Как такой? Разве ты не видишь, что ты смертен? Разве ты не видишь, что в любой момент ты можешь исчезнуть? В любой момент! Причём ты не знаешь даже, когда! Тебе дали подержать вот эту драгоценность какую-то в руках. Ой, спасибо! Давайте сюда. Как? А всё уже. Ваше время истекло. Помните Золушку? Ваше время истекло. И сюда отдать все силы ума, все силы души. На что? Чтобы подержать вот это вот, да, хвататься. с тем, что вы потом зарыли тебя в землю, а где же разум? Помните, вспоминается один очень интересный эпизод. Едет барин, на коляске его везёт. Извозчик везёт. Извозчик едет и так крестится, когда мимо храма проезжает. Барин после французской, тем более, войны 1912 года вернулся из Франции, все уже знают, что никакого Бога нет. Вот. Всё. Ехидничал над этим извозчиком. Извозчик молчит. Ничего не отвечает. Приехали. Барин расплачивается. С ним. Спасибо тебе, друг. До свидания. Благодарю. И вдруг извозчик, который всю дорогу молчал и не отвечал ничего барину, вдруг произнёс фразу. «Барин! А, барин!» То ты что? Что? А вдруг он есть? Рассказываешься эти слова настолько поразили этого барина. Я уже не знаю, дальше легенда или на самом деле, не берусь судить, но говорят, что этот человек потом стал настолько убеждённым христианином, которому ничего не могло свернуть. Занялся изучением этого вопроса. Личность смертна или бессмертна? Меня ожидает вечная смерть? Меня как личность? Или вечная жизнь? Что меня ждёт? Где мои радости? Мои надежды? Моя любовь? Мои скорби? Мои страдания? Несправедливости? Что это? Всё это просто чепуха какая-то? Мыльные пузыри, с которыми мы встречаемся? Или всё это действительно имеет существенное значение для человеческой жизни? Вот вас сейчас никто не убеждает. Верь, человек, что тебя ожидает вечная смерть. Никакого нет Бога, никакой души, никакой вечности. Верь! Слышишь? Верь! А почему верь? Это была бы очень интересная тема, поговорить бы, значит, этого, потому что, хочу только сказать, верь! О, есть ли бы были какие-то хотя бы основания для этого? Совсем другой был бы разговор. Вера, но во что? В пустоту, которая бессмысливает жизнь человеческая. Древний мир, как я уже сказал, весь был наполнен богами, все верили. Причём, в большинстве случаев, кроме одной еврейской религии, которая утверждала, что Бог один, все были убеждены, что Богом множество. Правда, я думаю, что для историков, которые занимаются особенно этой страной мифологической, будет небезынтересно знать следующий факт про Древнюю Грецию. было двенадцать основных богов. Все говорят, Зевс из них главный. Все говорят, все говорят, все. А оказывается, а оказывается, двенадцать составляли круг, а середина-то была пуста. Зевс был только одним из них и, кажется, первый. Но знаете, какое есть выражение? Первый по чести. Середина-то была пуста. Недаром, когда апостол Павел пришел в Афины, древние Афины, это первый век был нашей эры, то он увидел там множество богов. И в частности, что он там увидел? Интереснейший культ! Интереснейший! И вот я не знаю, может быть, вы историки, может быть, когда что-то встречали или нет, было бы, вот сейчас после моего вступления, может, вы скажете, если вы что-то знаете. Он нашел, Павел, культ, то есть поклонение, храм, неведомому Богу. Никакой статуи, никакого изображения неведомому Богу. Кстати, апостол Павел это очень здорово использовал. И когда он пришел к философам, а там собирались философы, кстати, из всех стран мира, они очень любили собираться в Афинах и обсуждали, естественно, все вопросы, то его пригласили. Ну, что скажет этот суеслов, то есть болтун? Что скажет? Интересно, давайте его послушаем. То он начал как раз свое выступление. С чего? Я по всему вижу, что здесь народ очень набожный. Но вот меня очень удивило, что, оказывается, у вас есть храм неведомому Богу. Вот я о нем-то как раз и хочу поговорить. Это было для них, конечно, чрезвычайно интересно. И они заинтересовались, правда, до поры до времени. Ну, все я вас отвлекаю от самого главного. Простите, просто интересно, это Одиссей же, правда же? А тем более волшебница. А я все о разных материях вам говорю, ну, совсем не о том. Ну, вы же знаете, кто такой Одиссей, правда же? И теперь уже ясно, что он наверняка был. Наверняка был. Этот герой, герой, кстати, Троянской войны. Кстати, один из тех, и даже говорят, что это его идея была, его идея. Идея, которая до сих пор в нашем языке есть. Мы используем эту идею, и все вы знаете ее. Когда нам кто-нибудь предлагает какой-то коварный план, мы говорим Троянский конь. Что это такое? Не могли взять Трою никак. Город был очень укреплен. И греки, и в частности, говорят, это Одиссей хитроумный. Он придумал. Построили огромного деревянного коня. Огромного. Построили. Сделали. С тайной дверью где-то на днище или где уж там с тайной дверью. Так. А потом что сделали? И сделали вид, что все, они уходят. Осада снимается. Не можем взять Трои. Бесполезно. А на самом деле сам Одиссей с группой, я бы сказал, отборной командой атлетов зашли в этот конь в Троянский. А Троянцы поддались этого соблазну. И когда увидели, что греки ушли, все, ура! А это очень интересно, что такое за сооружение. И этого коня притащили к себе в Трою. В себе на погибель. Ночью этот отборный отряд вышел. Ну и дальше вам понятно, что началось. Троя была взята. Так вот, Одиссей, оказывается, это всё устроил. Был человек не только атлет физический, но это был и атлет интеллекта. Чем интересно вот это Одиссея Гомера? Дальше всё в мифологической форме, как мы говорили, приточной, мифологической форме, где на каждом шагу появляются те или иные боги, которые участвуют в жизни Одиссея, но дальше происходит следующее. Одиссей, Одиссею надо вернуться на родину. Он же был царь острова Итаки. И вот описывает его обратное путешествие. Это обратное путешествие очень-очень интересное тем, что изобилует такими образами и такими эпизодами, которые носят нереальный в смысле вещей характер, но глубоко реальный в смысле идей, которые Гомер выражает здесь, в этой своей работе. вот тут кто-то говорил, что будто бы у нас с вами встретил Одиссея волшебница. Да-да, там он действительно встречается с волшебницей. Он прибыл на один остров, Эя. Это волшебница или нимфа, неважно, она и то, и другое. он с группой своих естественно товарищей приняли великолепно. Остров оказался райским. Сама эта волшебница влюбилась в Одиссея, не знаю как. В общем, наступил рай, настоящий рай. но что при этом произошло? Эта волшебница в избежании того, чтобы как-то такое Одиссей не вздумал сбежать от нее своими людьми, превратила всех его товарищей в свиней. Сначала Одиссей как-то увлеченный не придал этому значения, но потом он все-таки опомнился, потом он вспомнил, что его ждет Пенелопа, это его супруга, прекрасная супруга Пенелопа, что я еду домой, я не хочу тут оставаться и говорит ей это что такое? Ее звали Церцея, эту волшебницу, ты что сделала? Она что сделала? Идем посмотришь, приходит чистенькие, беленькие, хрюкающие, довольные, все у них корма достаточно, полный земной рай. Одиссей, что ты еще хочешь? Одиссей, что ты еще хочешь? Бог изобразил Гомер, вот это да! Сколько людей только и ищут этого идеала, что беленькие, чистенькие, хрюкающие, и больше ничего мне не надо? У Гомера Одиссей возмутился, возмутился и потребовал, чтобы вернула им человеческий образ и лик. Она, конечно, не согласилась никак, но здесь уже мы встречаемся, счастье, с мифологией, и богиня одна помогает Одиссею, в результате нимфа сдается и возвращает Одиссею его товарищей. Ну, послушайте, правда идеи интересные? Правда же? Ой, как это актуально! Бога нет, вечности нет, смерть? Вот идеал! Устройся здесь и всё! Превратись в кого? Обезьяны – это выродившиеся люди, ужаснейшая идеология, которая сейчас проповедуется с огромной силой. Я помню, когда ездил за границу ещё в Советском Союзе, когда было, я удивлялся, какой дикий там материализм! Ничего больше не надо! Потом, после перестройки, то же самое телевидение стало и у нас. Что же проповедуется там? Каковы основные направления? Чего? Кровь, насилие, обманы, убийства, неверность? Чего только нет! и всё это непрерывно! Я как-то встречаюсь с начальниками телевизионных центров Подмосковья и их руководители говорят, слушайте, что вы делаете? Почему это у вас? Почему вы не хотите давать напротив другой верность, мужество, великодушие, любовь, сострадание, помощь? Он встаёт, а их много было несколько десятков, понимаете? Говорят, Алексей Ильич, мы тогда прогорим финансово. Я говорю, как? Ну, потому что люди, потребность у них именно в этом. Я говорю, никогда не поверю! Никогда не поверю! Вы проверьте и попробуйте! Это была отговорка. На самом деле происходит нечто удивительное. Я вам сказал, что это на Западе я всё время видел. Теперь же, когда на Западе бываешь, включаешь, одинаково. Теперь телевидение одинаковое стало. Что там, что у нас? Всюду издёвка над человечностью. Вся основная идея вот это здесь, здесь, здесь ты устройся, возьми, хватай, хватай, пока не поздно. Тебя убивают, ты убиваешь и так далее. Какое-то идёт буквально извращение самой, я бы сказал, самого понимания человека как такового. Верь, человек, что тебя ожидает вечная смерть. Недаром я вам скажу, даже такие великие мыслители Запада, как, например, Хайдегер, он прямо говорил, Запад – это мышеловка, в которой произошла полная утрата бытия. Хайдегер – известный экзистенциалист, философ. Серафим Роуз, очень интереснейший человек и действительно великий. Он даже говорил, мы живём, сам американец. Его фраза, это, я вам скажу, поразительная фраза. Мы живём в заповеднике для идиотов, которому вот-вот придёт конец. Ну, ещё бы! Когда человек оскотинивается, когда ничего, кроме вот этого вот, ничего его не интересует, когда его не беспокоит нисколько проблемы совести, честности, великодушия, любви, любви настоящей, не эгоистической, любви. Я тебя люблю, пока ты меня любишь. Перестал любить, пошёл и вон. Недаром один мыслитель так и сказал в этой влюблённости как переодетый эгоизм. Сегодня мы любим друг друга, завтра пошли по сторонам. Почему? Задел моё самолюбие. Называется любовь. Мы сейчас вот перед чем стоим. Эта волшебница одиссеевская, как великолепно она показала, показала ту опасность, которая для многих, для многих людей оказывается роковой. Какая опасность? Употреблю грубое слово, но уж извините, поскольку опасность оскотинивания. Вы слышали, что я занимаюсь богословием, и мне приходилось очень много раз встречаться с богословами Запада. Много, очень много раз. И одна из фраз, которую я им нередко говорил. Те, кто читал Евангелие, наверное, может быть, сразу поймут, но я объясню в любом случае. Я им говорил, вы хотите узнать, каково ваше христианство? Вы слышите? Не просто что-нибудь, а христианство. Но они, зная меня, уже улыбаются, говорят, ну, скажите, профессор, скажите. Я говорю, ваше христианство вот какое. Ищите прежде всего, что есть, что пить, и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Они хохочут, говорят, вы правы, профессор. Даже не обижаются. В Евангелии Христос, вы знаете, к чему призывает? Ищите прежде всего Царство Небесное и правды Его, и это всё приложится вам. Да, тот человек, который действительно ищет истины, ищет, если хотите, Бога, ищет совести, ищет святыни, святыни, всё приложится. Когда же мы делаем это наоборот, то приходим к самым трагическим последствиям и в своей личной, и в своей семейной, как вы можете теперь убеждаться, и в общественной жизни. Невозможна человеческая жизнь, если в ней не будет святыни в душе, и если всё внимание и все силы будут обращены исключительно на вот это вот земное. Говорят, умирала одна миллиардерша. Умирала. Последние минуты просит принести её любимые платья. Ну, я думаю, женщины не удивятся, надеюсь. Принесли. А дальше произошло поразительное. Она костлявыми своими руками схватила это платье, и в это время её поразила смерть. Передают, что потом это оказалось мёртвая хватка. Не смогли разжать, так и вырезали этот кусок платья и положили в гроб вместе с этим куском. Великолепный идеал жизни. Лучше не придумаешь. Вот перед чем мы стоим. Да, если хотите, действительно, два вектора. Надо помнить, что живём мы немного. Жизнь проходит как миг. Недаром подавляют жизнь к костру, из которого вылетают искры. Вылетает искра и гаснет. Одна искорка летит подольше, другая поменьше. Все угасают. Кажется, всё понятно. Немного ума нужно, чтобы это понять. А вот решить и определить смысл своей жизни. Да, я живу. Живу один раз. Личность уничтожима или нет? А что же всё человечество заблуждалось, когда утверждало, что есть бессмертие человеческой личности? Что, все заблуждались? Да кто такие, которые отрицают это? Один из наших философов, выдающихся философов Булгаков так и написал «Гора религиозных фактов полностью покрывает холм скептицизма». Да, это именно так и есть. Ну, спасибо, друзья! Я всегда рекомендую. Знаете что? Мы живём всё-таки в 21 веке. И хватит уже нам болтать. Пора нам общаться мысленно. Поэтому, пожалуйста, задавайте мне вопросы мысленно. На любой ваш мысленный вопрос я мысленно вам отвечу. Из любой сферы жизни и науки и искусства. Вот так. И давайте посидим часочек молча и мысленно будем общаться. Правда же здорово? Ну, ладно, хорошо, это шутка. Пожалуйста, прошу вас. Очень многие люди, занимающиеся политикой, вынуждены заниматься нехорошими вещами с точки зрения христианства. Насколько вообще можно совместить христианство с политической деятельностью? Ну, вот видите, первое, с чем мы сталкиваемся нехорошими вещами. Я не знаю, что такое нехорошие вещи. И хочу объяснить сразу, на самый главный вопрос сказать. В христианстве грехом называется всё то, что вредит человеку. Вот, например, взять и отрубить себе палец – грех. Взять себе какой-нибудь занозу, всадить себе куда-нибудь или колб – грех. Взять прыгнуть с какого-то этажа – ну, не хочется идти, правда же, с третьего, пятого этажа. Да я лучше как птица буду парить. И всё. Правда? Говорят, грех. Вы слышите? Осуждать – грех. А здесь чем я себя врежу? ещё бы не вредить. А ты бы хотел, чтобы тебя осуждали? Ах, не хочешь? А зачем тогда другого осуждаешь? Зачем? Не нравится? Чувствуешь? А хочется рассказать о своих друзьях, о каких-то нехороших вещах? А хотел бы, чтобы о тебе рассказали? А чувствуешь – нет. В христианстве грехом называется всё то, что вредит тебе. Чему? Телу, пьянство, наркомане и прочие вещи. Душе, когда ты занимаешься обманами, изменами, коварством, предательством, духовным, когда ты мнишь себя выше других. Как у нас один святой хорошо сказал, вы знаете, замечательно, сам дрянь дрянью, а всё твердит, я не такой, как прочие люди. И всех осуждаю снизу доверху. Поэтому и в данном случае в отношении занятий политикой, если я поступил в дипломатическую академию, если я пошёл по этому пути, это моя деятельность и работа. Да, я, будучи христианином, буду и дипломатом. И нет, никакого в этом греха нет. Грех будет не в том, чем я занимаюсь, а в том, как я занимаюсь. Я могу есть, и это нормально, отче наш, хлеб наш насущный дашь нам днесь сегодня. А могу? О, Господи, как я теперь! Врачи же говорят, нельзя, ты что делаешь, вредно, не могу, вкусно, вот это уже грех. Видите? Поэтому, да, пожалуйста, и политикой можешь заниматься. Вся суть не в том, чем, а в том, как. Хотя иногда бывают вещи, когда и чем. Есть вещи, когда и чем. Вино можно пить, нисколько не запрещено, пьянствовать нельзя. нельзя. Хорошо, еще. А, извините, вы же, это вместо мысленных вопросов, насколько я понимаю. Ой, даже отпечатали, вот это великолепно! А то вдруг я могу не расшифровать, верно. как бороться со всеми грехами, которые связаны с речью, а точнее, болтовнёй. Вы, вот чувствуется, деликатный человек писал, деликатный, очень приятный. Я хочу назвать вещи своими именами. А именно. Меня как-то спросили, как вы относитесь ко всяким ругательствам, которые то и дело употребляются? Я говорю, как я отношусь? Очень просто. Свинья грязи найдёт. Кому хочется валяться в грязи, пожалуйста, можешь ругаться как угодно. Неужели не понимаешь? Ты, получается, как свинья, которая любит грязь? Неужели не понимаем, что такое красота? Слушайте, вы знаете, что в христианстве Бог называется первичной красотой? И когда мы видим что-нибудь красивое, мы что? Мы кричим – посмотри сюда! Посмотри, посмотри только! Ещё бы! Красота, она же поражает просто! А грязь? Кто это говорил-то? Пел? Грязь, как её не красть, так и останется грязь, что-то в этом роде. Грязь, как не красть. Крязь! Всё равно будет грязь! Вот! Вот к ругательствам, да! Зачем обезображивать себя? Зачем своё хорошее платье, свой костюм, свою одежду обливать грязью? Неужели мы, зная это об одежде, обливаем себя грязью, когда употребляем ругательные слова? Кстати, очень советую, очень советую, избегайте! Зачем портить себя? Грехом в христианстве называют всё то, что вредит себе, а ругательство портит себя! Портит! Да вообще, когда вы даже услышите, человек ругается, всё, вам уже вам уже не хочется с ним общаться. Нет! Красота превыше всего! Надо запомнить! Красота! Не разум! Не разум! А красота! Вот! Насчёт болтовни? Ой, Господи, да! Я понимаю! Ну, если вы почитаете апостол Иакова, есть Новый Завет, там есть послание апостола Иакова. Ой, прочтите, пожалуйста, если вас интересует этот вопрос. Прочтите, оно же маленькое совсем там это послание. Там о языке у него ну, просто написано великолепно! И я даже не дерзаю повторять, потому что боюсь, что уровень будет не столь высокий, который там. Почитайте послание апостола Иакова. Так, нас пугает расколом аналогичным разделением 54-го года. В каком положении в случае раскола окажется наша церковь? Будет раскольничий или православный? нас не пугают, а действительно мы сейчас оказались перед этой ситуацией. Для того, чтобы вы как-то немножко, может быть, поняли, я вам назову те вещи, о которых почему-то никогда не говорят. То есть, очень редко говорят, очень мало говорят. Но я вам все-таки назову некоторые факты, и они, возможно, вам пригодятся. Началась у нас революция. Вот это страшное дело. Вы, наверное, по истории так изучали, да и все равно все мы знаем, какие ужасы начались, начались, в частности, с церковью. Какие страшные гонения. Просто террор, геноцид. И вот, вдруг в это время, когда наша церковь, что называется, была избитая, избивали ее, о, патриарх Тихон, это святой, действительно, великий человек, так, и у нас возникло, то есть возникло, образовали, просто образовали параллельную церковь, которая была связана с руководящими органами нашей страны, так называемая обновленческая церковь, ну, и направление было какое? Дискредитировать и уничтожить православие, поскольку оно все-таки было достаточно сильным. Все понятно. И вот здесь, вдруг, вдруг, мы видим Константинопольский патриарх Милетий признает эту, эту церковь, что такое, признает церковью англиканскую там иерархию и прочее, что случилось. Никто ничего не может понять. Как это можно? Милетий был масоном высших посвящений. Следующий патриарх Афиногор Константинопольский вдруг, ни слова не говоря, ни одному патриарху, потому что у нас 15, у нас 15 православных церквей независимых, так, ни слова не говоря, вдруг встречается с римским папой и говорит 1054 год, да не будет, мы снимаем с вас анафему. Афиногор говорит, простите, а вы нас-то спросили, а мы снимаем или нет? Оказывается, из той же сферы и этот патриарх. вы скажете, ну и странно, а чего особенно, чего особенно, если были они масонами высших посвящений? Как-то я купил книжку, автор Александровский, название «Из пережитого в чужих краях». пишет человек, который никакого отношения не имеет ни к церкви, ни к религии. Очень даже возможно, что он был нашим советским резидентом во Франции, во Франции, и вот он потом возвращается в Советский Союз и написал книгу. Книгу издали «Из пережитого в чужих краях». И у него там есть две главы очень интересные, где, в частности, он затрагивает вот это, вот эту, это, так сказать, явление в мировой жизни масонства. И я помню фразу, которая меня поразила, фраза «Масонство имеет своей тайной целью уничтожения христианства, но не других религий». Почему я сейчас долго объяснять это невозможно? Я просто констатирую вам факт. Я не сомневаюсь нисколько, что и нынешний Константинопольский птенец из того же гнезда. Я встречался с ним, Господи, неоднократно, на разных ассамблеях в мире, в разных, в Канаде, в Америке, и в Австралии, где только, он экуменист, такой деятель постоянный, активный, и нет никаких сомнений, что опять он оттуда же. А если действительно оно имеет свои цели уничтожения христианства, тогда понятно, вы же все знаете римский девиз? Какой? Дивиде эт импера разделяй и властуй. Уничтожить надо ненавистное христианство. А для этого потребляется очень много усилий, и в частности это будет одним из таких сильных и очевидных фактов. Да, мы останемся еще православными. Я говорю, еще останемся православными. Ну, а там посмотрим. Ой, когда с вашей лекцией прозвучал перевод на русский язык понятия хулана Духа Святого, вы перевели его как лицемерие. Ну, если я так и перевел, не подумай, что это перевод, да избавит Бог, это, конечно, нет. С того дня жизнь моя круто изменилась, прекратилось отцеживание копального комара, конечно, да, повседневной жизни. Спасибо вам огромное, спасибо. Да, лицемерие и лицемерие только какого рода, потому что лицемерие подчас мы можем в общении их так с людьми. Это в данном случае хулана Духа Святого. Это первое и основное значение, когда я сознательно прекрасно понимаю, что это есть истина, борюсь против нее только потому, что это истина. Понятно? Борюсь против этого потому, что это истина. Вот это хулана Духа Святого, так сказать, в полной мере. Если Бог любой, почему Он не простил грех Адама и Еве? Великолепный вопрос. Когда еще с вами встречаюсь? Читаю лекцию. Это требуется буквально лекция, чтобы объяснить вам. Дело ошибка, которая вот сплошь и рядом, как будто Бог прощает или не прощает. Господи Боже мой, мне врач прощает или не прощает, когда я прыгаю с третьего этажа и ломаю руки-ноги? Ну, скажите, скажите, голубчик, ну, поскольку ты пришел, ну, давай лечить. Ну, я же тебе говорил, не прыгай. Слышь, что такое грех? Нельзя же прыгать с какого-то этажа, сходи по лестнице. Ну, на лифте съели. Вот что такое грех. Поэтому что такое Бог простил? Ну, хорошо, мне врач простит. Хорошо, я тебя прощаю, голубчик, что ты поломал руки-ноги. А как ты хочешь, чтобы тебя лечить ты или нет? Мы не понимаем этой вещи. Вы знаете, это глубоко вошло в наше сознание, что грехом мы оскорбляем Бога. Кстати, на этом весь католицизм построен и протестантизм. Имейте в виду это, кстати. Православие говорит, нет, грех – это та рана, которую я наношу сам себе. Его меня предупреждает Бог, не делай этого! Ты что, по гвоздям хочешь? Ходишь по битому стеклу? Не ходи! Ты же изродуешь себя! А вы знаете, как там пяточки почёсывает? Это здорово! Помните гоголевской коробочке? А мой супруг любил, когда ему на ночь чесали пятки. Помните, да? Так вот, вот что такое грех. Себя мы уродуем, а не Бога мы оскорбляем, и Он нас прощает или не прощает. Бог врач! Пожалуйста, запомните это! Бог любовь есть врач! И требуется только одно обращение к Нему. В чём? Даже когда мы говорим, что Бог простил, это что значит? Врач, дорогой, ну, прости, что я так сделал, конечно, ну, ты вылечи меня, исцели меня! Требуем исцеления, а не думайте, что Бог разгневался, ах, вы такие сякие немазанные Адам и Ева! Я вам покажу, где раки зимуют! Этого совсем ничего не было! Ну, хорошо! А так, эта тема очень интересная и большая, но это в следующий раз уже, наверное, да! Если бы вас попросили объяснить любительному ребенку, кто не знал, как бы вы это объяснили? Я бы, что сказал бы? Всё, я бы отметил в зависимости от того, в какой семье, с какими родителями, какие родители у этого ребенка. Я бы сказал, вот, видишь, как тебя мама любит, но она, правда, и папа тебя любит, видишь, они очень хотят тебя добра. Вот так же Бог, Он так же тебе очень хочет добра, но для этого нужно самому быть добрым. Так же, голубчик, будь добрым, и Бог тебя так же будет любить, и у тебя всё будет хорошо. Я бы вот так сказал ребенку. Здравствуйте! У меня такой вопрос, что для вас лично обозначает быть человеком? Это для вас область мышления или биологический вид? Человека делает человеком его, я бы сказал, сердце, его ум. Я прежде всего говорю сердце, потому что избави Бог, например, умного дьявола. Избави Бог. Я предпочитаю лучше доброго. Когда Достоевский решил жениться на своей машинистке Анне Григорьевне, у них разница в возрасте была очень порядочная, так, он и не говорил, а подошел к ней и спросил, Анна Григорьевна, как вы думаете, вот я всё-таки бы думал жениться, как мне взять жену умную или добрую? Представляете? Но она была действительно человек, она «Ой, Фёдор Михайлович, конечно умную!» Он ей ответил «Нет уж, пожалуй, лучше я возьму добрую». Кто читал её дневники, вы увидите, она действительно замечательная женщина. Ну, хотя бы вот, не знаю, имеем ещё маленький эпизодик рассказать? Или нет? Да, могу, да, могу рассказать, да. Ну, просто в качестве, в качестве её образа, что она однажды, однажды, вы знаете, ну, повздорили они, конечно, повздорили немножко, но бывают такие случаи. Так, и Фёдор Михайлович меня страшно обидел. Он сказал мне, послушайте, что он сказал мне? Он сказал, я думал, что ты одна из ста, а ты сто из ста. И я долго плакала, Хочу, во-первых, поблагодарить вас за сегодняшнюю лекцию и вам вопрос следующий. Верите ли вы в перерождение человека? Нет, конечно, никак. Теософия уже об этом говорит давно. Викананда это проповедовал, я не знаю, знаете вы или нет, Рамакришна, слышали вы или нет, ну, может, нет, это индийская философия уже. Так, сейчас это Новый век усиленно пропагандирует. Дело в том, мне кажется, великолепно ответил на этот вопрос один английский философ, он прямо сказал, если вы действительно имели место перевоплощения, то каждый человек естественно помнил о том, что с ним было. Но этого мы, этого практически не встречаем. находим как кажется факты, когда только дойдут человека ЛСД, наркотики там разные, когда он впадает в состояние такой транса и вообще, ну, теряет нормальное состояние. Тут, вы знаете ли, можно кем угодно даже вспомнить себя. Я был Наполеоном, не меньше. Нет, нет, я не Наполеона не был, я был графом Санта-Кришта. Спасибо.